Продолжение следует... 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 Софьи Багдасаровой «Почему женщины Рубенса толстые» или про то, как менялся идеал женской красоты в европейской живописи. Софья у нас каждый месяц делает новый вебинар по одному из направлений искусства, одному из вопросов интересных в искусствоведении. Ну и я вас приглашаю тоже на этот вебинар. Будет, как всегда, Софье интересно. Приходите, не пожалеете. Ну что ж, мое время истекло. Я приглашаю Юрия Николаевича на связь и провести сегодняшний вебинар. А я, как всегда, остаюсь в чате. А, стоп, мне были, по-моему, какие-то вопросы в самом начале. Так, сейчас я... Одну минутку, Юрий Николаевич. Я видел здесь какой-то вопрос, но что-то уже не вижу. А, где можно скачать презентации вебинаров? Ну вот, Юрий Николаевич уже открыл презентации. В окошке ресурсов вы их можете скачать справа от основного поля презентации. Окошко ресурсов включается кнопочками, третьей слева кнопкой на верхней панели справа. Не буду сейчас показывать. Добрый день, дорогие коллеги. Добрый день, дорогие коллеги. Привет, Павел. Вот как раз я сейчас открыл этот слайд, который очень часто является ответом на очень частый вопрос, где скачать файлы. Первая стрелочка, вторая стрелочка по дискетке. И вы скачиваете все наши сегодняшние файлы. Там будет и моя презентация. По первому вебинару у нас будет еще второй, аналогичный. И также вы можете скачать тематические ролики, включая инструктивные два ролика инструкции для проведения стриминга. Итак, добрый день, дорогие друзья. Я рад, что вы начали представляться. Я специально об этом попросил, поскольку догадывался, что здесь будут присутствовать сотрудники библиотек. И у нас один из примеров будет посвящен именно библиотекам Российской Федерации. И очень рад, что у нас стали появляться представители бизнеса. Итак, дорогие друзья, мы начинаем новую тему. Но я обычно всегда делаю какую-то связь с предыдущими вебинарами. Дорогие друзья, если посмотреть кратко на то, что я говорил раньше, я говорил о чат-ботах, об аватарах и вообще об онлайн-обучении, то мы всегда говорили о том, что прежде чем что-либо делать, надо сначала оценить ситуацию. Для чего? Как создавать вовлеченное обучение, правильно? Второе, надо принять решение, в конце концов, а не колебаться, так или ся, то ли педагогическое, то ли управленческое. Для бизнеса это управленческое в основном. Потом надо это решение осуществить, а потом оценить результаты и поделиться опытом. Вот так вот мы говорили всегда с вами раньше. На чем же мы сегодня сконцентрируем наши фокусы внимания? О чем будет сегодня идти речь? Мы будем говорить все о том же, как вызвать эмоции, которые вызывают вовлеченность, но уже в стриминге, вещами. Мы будем говорить о том, где взять эти средства. Вопрос, да? Конечно, если были бы средства, проблем бы не было, мы бы сейчас, наверное, бы не встречались. У нас всегда чего-то не хватает, каких-то средств. И можно ли, и как это можно проводить самостоятельно? Не обращаясь ни за чьей помощью. Например, в неком далеком гарнизоне, закрытом, некая библиотека проводит стриминг. Или сельская школа. Ну и так далее. Что тут для нас есть нового и ценного? Давайте попробуем сначала ответить на первый вопрос. Для чего мы все это хотим делать? Я открою еще раз вот этот общего плана опрос, который будет предварять нашу идеологическую готовность к дальнейшей работе. Прошу ответить. Вот для чего же все-таки эти чат-боты, аватары, играфикация, учебный медиа-контент. Для чего это нужно? Потому что некоторые говорят, что если все убедительно и логично, фактологично расписать, то это будет захватывать, это будет достаточно. Кому нужно, тот освоит весь контент. Ну, те, которые были на моих прошлых двух вебинарах, мы убедились, что оказывается, человеком управляют не факты и логика, а эмоции. Вот день влюбленных вчера был. Влюбленность – это когда ты уже не соображаешь, ты уже как фанатик, не думаешь ни о чем, какая-то небольшая деталь, ты влюбился в какой-то процесс, в какой-то субъект и все. Заклинило. Этим пользуются маркетологи. Итак, мы видим, что в настоящий момент мы единогласны. Единогласны в том, что все, что мы делаем в онлайн, онлайн – это все-таки, согласитесь, неживая природа, да? И вот в онлайн должно быть все эмоционально. Спасибо вам, идем дальше, дорогие друзья. Идем дальше, закрываю этот опрос. Он очень важен для всего остального нашего повествования. На первом месте – это вовлеченность, эмоциональность, которая приводит к какому-то действию. Ну, причем, как мы говорили, 30-го числа эта эмоциональность может быть и негативная. Это страх заставляет запомнить что-то. Идем дальше. Что не будет? У нас сегодня не будет никакой рекламы. Если бы я сейчас начал говорить о каких-то дорогих, хороших решениях, вы бы подумали, ну, у нас и дешевые, и недорогие тоже будут хорошие. Но вы бы, наверное, подумали, что я что-то рекламирую и хочу из вас что-то вытянуть. Рекламы не будет, дорогие друзья. А что же будет? Друзья, мы идем по той же самой схеме. Мы говорим о демонстрации и анализе готовых решений. Но, но, да, 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 да. Удержать аудиторию. Но вы не будете, дорогие друзья, сегодня просто пассивными зрителями. Я хотел бы, чтобы вы были активными участниками и анализировали то, что я вам буду показать. Мне кажется, так будет интереснее и полезнее и вам самим. Но, предложение платного, бесплатного практического применения будет и так, и так. И бесплатное, и платное мы сегодня коснемся. Но сначала еще один опрос. А что же такое стриминг? Знаю ли я? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Узнаем, насколько наша аудитория готова к этой теме. Может быть, кто-то слышит это слово в первый раз или сомневается, что это такое. И вот действительно, это слово новое, дорогие друзья. Мы видим по результатам этого опроса, что очень многие даже и не слышали. Хотя многим известно слово вещание. Стриминг по-русски означает поток. С английского слова стрим-поток. Стриминг – это передача поток или вещание. Вот так переводится это слово. И так мы действительно иногда и не понимаем, что это такое. Отлично! Сегодня мы это узнаем. А те, которые знают, что это такое, видят примеры. Итак, дорогие друзья, мы должны узнать, что это такое. Хочу сразу сказать, что Директ Академия и Павел, мой друг, всем участникам вебинара обеспечивают именной сертификат. Вы видите его. Сертификаты выдавались и раньше, но еще ждет вас бесплатная возможность, о которой я сегодня буду вам рассказывать. Бесплатно. Я же обещал, что не будет рекламы. Итак, мы с вами. Прежде чем говорить о стриминге, мы должны его изучить, потом принять решение, потом подготовить условия, об этом мы будем говорить сегодня, и провести, поделиться опытом. Что-то есть тут невозможного? Наверное, вы скажете, это невозможно. Дорогие друзья, все это окажется возможным. И мы начнем с того, с чего же браться, то ли мышкой нажимать на какие-то кнопочки, мышкой работать, или какую-то стратегическую модель отрабатывать, то ли это тактика, то ли стратегия, я бы назвал это искусство. Комплексное искусство. И еще один третий вопрос. Хочу вас немножко помучать. Как вы думаете, раз это вещание, раз это некая технология, как вы думаете, вот еще не посмотрев ни один пример, что самое сложное для вас, для тех, кто знает, или кто догадывается, что это такое, что самое сложное на ваш взгляд. Вот, дорогие коллеги, мы видим первые ответы. То ли нам надо искать финансовые средства, то ли идти на какие-то курсы, то ли искать оборудование, искать человека, который нас научит. Вот что здесь, что здесь на ваш взгляд, самое главное. Итак, друзья, вы видите, что большинство, говоря, правильно, да? Ну, большинство надо уважать и слушать. Мнение большинства важно. На самом деле это идея. Как говорил лауреат Нобелевской премии по экономике, миром управляют идеей. Да? Замечательно. Я останавливаю этот вопрос. Спасибо вам. Вот. Вижу, что вы активно работаете. Хорошо. Все время исчезает звук. Дорогие друзья, у кого исчезает звук, напишите букву Кузе, что проблема со звуком. Да, Александр Авенирович, я не забыл. Спасибо. Так. Никто не пишет про звук. Ну, значит, 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 только у вас, уважаемая Асимкуль Рамазановна. Все нормально, подсказывают коллеги. Продолжаем дальше. Это, наверное, у вас или интернет, или, может быть, оборудование, что-то непорядки. Итак, друзья, пример исходной ситуации. Я не буду брать те примеры, дорогие друзья, которые связаны с дорогим оборудованием. Вы эти примеры, если напишите в поисковой системе стриминг, вещание, IP-видео, IP-вещание, вы найдете массу примеров, массу примеров, которые связаны с дорогим решением. Я ориентируюсь на то решение, будем брать такой типовой случай для большинства из нас, это или библиотека, с небольшим бюджетом, или преподаватель, или какой-то тьютор, тренер, который не имеет стартового капитала, стартовых возможностей, и хочет что-то сделать. Дело не в цене решения, а дело в том, какую идею, какой-то замысел мы хотим перед собой решить, что у нас за идея. Поэтому давайте мы сейчас посмотрим с вами кейс первый. Приготовьтесь его смотреть. Смотрите внимательно, о чем идет речь. Здесь будет кое-что важного. И здесь сразу же будет некая критика. Итак, смотрим. Критика от вас. Это короткий трейлер. Посмотрите и проанализируйте, о чем идет речь. В чем пять отличий от вебинара, дорогие друзья? По-русски стриминг, коллеги, означает открытое вещание. Павел Валерьевич, вот мы дискутируем никак не можем прийти к единому пониманию. Стриминг звучит коротко, компактно и вроде бы емко. Я вижу, вы смотрите на меня. я смотрю. Это классно. Так, вот мне тут что-то кто-то сообщает. Вот как вы думаете, что лучше стриминг или открытое вещание? Или просто вещание по-русски? Какой термин лучше? Ну, на мой взгляд, открытое вещание это хороший термин, потому что вещание оно слишком вообще звучит. Стриминг это профессиональный термин. Вот так. Я думаю, что они равноценны. В современном языке конечно английская терминология, английский язык более гибкий для современного мира, более краткий, там словообразование больше подходит под наш изменяющийся мир закона словообразования. поэтому для профессиональной аудитории, конечно, это стриминг, очевидно, для технорей, для айтишников. Вот, если брать совсем гуманитарную такую аудиторию, то открытое вещание звучит как-то более привлекательно, что ли, более по-русски. Дорогие коллеги, обратите внимание, как у нас визуально с Павлом Валерьевичем я вот вижу полное ощущение, как будто мы сидим за одним столом, идем беседу за одним столом, хотя кто еще не в курсе, я сижу в Сочи, это тоже столица, Павел Валерьевич настоящей столицы нашей родины, в городе Москве, но визуально мы смотримся так, как будто мы сидим рядом. Ну, я на самом деле чувствую плечо Павла Валерьевича, вот он рядом сидит, и мы с ним делаем общее дело совместно, решаем сложные, но интересные задачи. Итак, друзья, я вам подсказываю, хочу спросить, согласны ли вы с этими главными отличиями, которые вы увидели в этой короткой записи, это пример реального стриминга, медийность, вот это первое свойство, вот мы сейчас находимся в вебинаре, да, как-то украсить нашу платформу, наше пространство, заменить белый цвет на какой-то фон мы не сможем, соответственно, не та медийность, не тот образ. Второе, стабильность вещания, стабильность вещания, ну, это долго рассказывать, грубо говоря, вот даже сейчас мы видели, как у кого-то плохо слышно, у кого-то слабый интернет, вещание на стриминге может на лету, может само на лету, подстраиваться под скорость интернета, конечно, качество будет другое, но результат будет точен, полиплатформенность, это означает, что на любом устройстве, я сейчас не раскрываю секреты, но стратегические моменты выделяю, на любом устройстве, даже на смартфоне, без всякой программы, можно смотреть вот этот стриминг, полная автономность за такую передачу, за такой стриминг, никакому оператору платформы, типа Мерополис, Мерополис это платная программа, пока не заплатишь, ничего не сделаешь, здесь полная автономность, я сижу дома, в Сочи, или в каком-то далеком гарнизоне, в библиотеке, в сельской школе, мне ничего не надо, только интернет и устройство, экономичность, экономичность, кто не согласен, вы можете поспорить, но вот таков первый кейс, который мы с вами рассмотрели, вот этот вот трейлер о стриме, скажите, пожалуйста, если вы его видели, я понимаю, удалось ли вам ощутить эмоциональность в этом первом примере, я беру только свои примеры, чужие не хочу рассматривать, не очень этично, я буду лучше своей, эмоциональность, вы почувствовали настрой, эмоцию, которая есть между двумя спикерами, была, да, и передается ли это эмоционально зрителям, вот вам в частности, вы сейчас эксперты, была ли вот эта передача, настроение, некая телевизионность, да, вот мы чувствуем, мы уже видим, что в этом что-то есть, за счет вот этой образности, вот этого оформления, построения вот этих подписей, надписей, фона, конечно, давайте теперь посмотрим следующий пример, на ну да, вот хорошо, Валерий Иванович, иногда собеседники тушуются, и вот мы сейчас посмотрим с вами другую ситуацию, это хорошо, что вы сказали, что был быстрее у Белоножкина, потому что некоторые стесняются еще, давайте посмотрим следующий кейс, и увидим, было ли вот это настроение, эмоциональность у других участников, а не только у Белоножкина, за счет того, что смотрели, да, ну там не только двое, вы наверное не заметили, я сейчас скажу, что там внизу было окошко чата, обратной связи, и зрители в ходе этой трансляции могли писать, это совершенно новое явление, это уже интерактивность, не пассивный просмотр телепередачи, двое беседует, а в реальном времени можно задавать вопросы, все их видят, не тайно куда-то, а именно как вебинаре вот это обратная связь. Давайте посмотрим следующий кейс номер два, я прошу взять ручки или запоминать те моменты, которые вы считаете важными, которые вы воспринимаете как недостаток, и самое главное увидеть идею, чужую идею, и потом попробовать найти свою идею, свое решение для себя, вот вы, я попросил вас представиться своей должности, для своей работы, какую-то гипотезу, давайте все попробуем найти для себя, то ли в библиотеке, то ли в Бузе, то ли в компании. Итак, смотрим второй кейс и работаем, анализируем идею, как она воплощается и что в ней есть ценного. Вот эти видеозаставки это уже постобработка, но их можно применять и в ходе вещания, посмотрите, вот эти, как вы думаете, долго ли я делал вот такие заставки. Первый вопрос, сколько времени, сколько денег я потратил на такие заставки. Это вступление, это запись с таким вступлением, интро. Итак, название мероприятия. выбрали такую тему и предлагаем ее вашему вниманию, почему мы предлагаем ее обсудить? Дело в том, что в эпоху интернета второй выступающий, второй, вторая сцена, это стриминг идет. Но есть еще третий элемент, на мой взгляд, который не должен быть вступлением. Это то, что называется мудрость философии. То есть умение весит около 300 мегабайт архип этапа со способом практических действий. Итак, мы видим, что это скайп, а скайп есть у сам человека. Известно в философии, что человека можно рассматривать как индивидуальная программа. Обычно я не забываю с некоторым. Но скайп есть у позвольте мне предоставить слово мы видим низкого качества запись. В данном случае скайп был снабиль. Мы видим, как в ходе вещания по скайпу происходит некая смена образа фотографий. но прежде всего хочу поблагодарить Наталью Ивановну и Елену Витальевну за их замечательное выступление. Сейчас я передаю слово Александру Вечеславу. Я здесь еще прокручу некоторые недостатки и некоторые элементы, которые требуют критического отмышления. Медиа и дизайна национального исследовательского университета вещания мы можем видеть очень качественное. конспективная информация. Реально востребован. Коллеги, добрый день. Очень приятно, что у нас такое вот я сейчас остановлю. Почему-то с остановками, ну вот тут Валерий Иванович, я грешу только на вебинарную платформу Мирополис. С моей стороны, я как организатор, как автор этого вебинара все сделал точно в соответствии с техническими требованиями. Но вот видите, уже вебинарная платформа воспроизведения в видео не обеспечивает. Это проблема. Проблема у слушателей. В стриминге такой проблемы с воспроизведением. Там другие есть, но вот именно с воспроизведением проблемы нет. Но теперь я чуть-чуть вместе с вами проанализирую. Вверху, вверху, вот на белом фоне, не обращайте внимания на низкое качество, на самом деле оно высокое, это я загрубил. Мы видим вот это поле с обратной связью. Это зрители этого мероприятия прямо в ходе вещания на канале YouTube пишут свои вопросы. Это важно. Вот это важный структурный элемент. То есть, если вы своей идеей, которую вы сейчас прикидываете, захотите обратную связь, вы тоже можете ее получить. Далее, фон, вот эти колонны белые на изумрудном фоне стен, это зал МПГУ. Я фотографию этого зала мраморного взял и использовал вместо подложки. Но, вот эти две эмблемы, МПГУ и Кенеровский государственный институт культуры, видите, они тут как-то смазаны, не очень хорошо. То есть, тут надо тщательно продумывать графическое исполнение вот этого своего замысла. Так, мы заранее продумали, но вот видим, что не очень смотрится. А вот в черном поле это скайп, видите, скайп, в нем происходит общение с человеком. Давайте продолжим и поанализируем дальше моменты, которые здесь есть. Все работает на нашу идею. Смотрим, как она дальше реализуется. Спасибо большое, Александр Вячеславович, спасибо вам. И мы переходим к следующему блоку нашей работы. Пятиминутные выступления со всей нашей страны, с востока на запад, и мы начнем с островов утренней зари, Южно-Сахалинск, пожалуйста, Валентина Авраамовна. Как работает ведущий, он сидит в Лоскве, у него только встает, тоже сидит на кухне, мой друг Юрий Юрьевич Черный. Ну что, хочу поприветствовать всех участников этого замечательного мероприятия и выразить просто благодарность всем тем, кто выступал для меня, потому что замечательно. Ну, уважаемые коллеги, я даю слово Станиславу Георгиевичу Керманцеву, процедуру, смену. На Сахалине в этот день были какие-то проблемы, из-за погоды были проблемы с интернетом. И он просто по мобильному телефоне выходит к нам в эфир. Вот такой интерактив. На графический элемент я приготовил заранее. Папографию, подложку, подписи. Я в ходе стриминга заранее приготовил. ответил следующим образом. Кандидат исторических наук, декан гуманитарно-информационного факультета Восточно-Сибирского государственного института. Постоянная смена спикеров через скайп. Бурятия. У этого выступающего камеры не оказалось на работе. Но она по скайпу выступает. Очень приятно участвовать в вашем вебинаре и хотим поблагодарить основных докладчиков за очень содержательный и информативный вы чувствуете эмоциональный настрой у техников этой конференции просто колоссально. Позитив. Желание участвовать в этом по-нашему добрый вечер по-вашему еще наверное день. Дело в том что когда мы посмотрели уже ответы наших коллег на предложенные вопросы понятно что библиотекари такие библиотекари все основательно все так как будто бы мы сами себе экзамен вернее аттестуемся на экзамене сами перед собой так мне показалось. Дело в том что мне бы очень хотелось когда наши коллеги из сферы профессионального образования библиотечного задумываются над созданием Лариса Александровна в очередной раз сталкиваясь с вашим парадоксальным мышлением склонным к противоречиям очень интересно было общение я врезаю многие факты я хочу чтобы вы оценили сам процесс реализации вот и звонил вы мне говорили то же самое выступающие это Елена Олеговна Чувашова заведующая Томским региональным центром президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельзина я кратко скажу именно о том о чем сегодня что сегодня поняла осознала какую-то рефлекс возможно первым делом я подумала о том что сегодня происходило в нашей библиотеке и как это хорошо связано как рассказал Юрий Юрьевич меня эта идея вообще больше всего потрясла и удивила действительно ведь если мы не будем как-то спасибо большое Елена Олеговна я слушал вас и вспоминал слова великого Михаила Васильевича Ломоносова российское могущество будет прирастать Сибирью благодарю вас и мы пожалуйста и мы переходим мы переходим дальше на запад у нас Урал Екатеринбург Марина Вячеславовна Ивашина ученый-секретарь муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга здравствуйте Марина Вячеславовна здравствуйте здравствуйте коллеги я надеюсь что все это будет перерастать не только Сибирь но и еще мы уже на Урале уже на Урале и мне очень интересна та движуха та интеллектуальная активность которая создалась вокруг этого мероприятия это интересно вот то что продемонстрировал Юрий Юрьевич при помощи Юрия Николаевича и то что делают все участники этого проекта мы продемонстрировали бешеные темпы освоения вот именно медиаграмм мы в ходе работы над этим проектом получили какие-то еще дополнительные какое-то еще дополнительное медиа образование и вот это очень важно то что вот это медиа образование нужно для конкретной жизни это не просто работа с каким-то текстом а не просто умение работать с каталогом находить какую-то информацию это умение и недавние праздники в недавние праздники у нас была встреча 3-го числа 4-го 6-го мы все это записали отработали технологию на кафедре потом обратились к вам и видите сегодня все получается то есть медиа образование это это смелость это смелость смотреть жизни в глаза вот я считаю что это так это очень важный элемент в медиа образовании спасибо вам большое и я передаю слово следующему нашему участнику нашей дискуссии это Лариса Михайловна Магазевская директор Астраханской библиотеки для молодежи имени Бориса Шаховского здравствуйте добрый день Юрий Николаевич добрый день Юрий Юрьевич очень рада вас видеть и хочу поблагодарить ну друзья я не могу объяснить почему на платформе Мирополис пошла задержка с видео меня так хоть хорошо слышно может быть давайте я отключу камеру если меня хорошо слышно это очень важно напишите плюсик так хорошо достаточно так ну значит видимо попробую я сейчас отключу свою камеру вот спасибо я рассчитывал что и на показ стриминг это показ видите что платформа пока не тянет и камеру и видео и обратите внимание я как опытный вебинарист начинаю поток облегчать для начала я выключил камеру идем дальше идем дальше на просмотр ну вы уже услышали что от Юрия Юрьевича что сначала на кафедре готовилось это мероприятие слышали только что он говорил была тренировка и только после этого все получилось не сразу здравствуйте добрый день Юрий Николаевич добрый день Юрий Юрьевич очень рада вас видеть и хочу поблагодарить за приглашение поучаствовать в вашем вебинаре я согласна это тоже скальп Юрия что это метеообразование сегодня это действительно смелость потому что я сегодня смело осваиваю информационные технологии и выступаю принимаю участие в таком солидном вебинаре но это тоже по телефону включения хорошего качества звук попробую перемотать подальше чтобы мы успели анекдот который приключился в стране несколько лет назад вот это замечательная история просто эмоциональная история послушайте хоть немножко но мне наверное будет очень трудно добавить что-то новое интересное для коллег поэтому если вы не возражаете давайте я просто напомню такой библиотечный анекдот который приключился в стране несколько лет назад но он имеет на мой взгляд самое непосредственное отношение к обсуждаемой теме и наверное будет таким сообразным аргументом подтверждающим необходимость ведения такой программы и скорее может быть даже какой-то в практической части ее может менее чем в теоретической но может кто-то помнит как в апреле 2009 года в библиотеке поступил новый номер журнала библиотечное дело это был седьмой номер библиотеку со всей серьезностью рассказала об этом всемирном библиотечном доводском форуме и выступлении Владимира Владимировича Путина ну у себя в ЦБС там удалось тогда мягко как бы разрулить эту ситуацию но еще через пару дней то же самое я услышала уже от руководителя другой московской ЦБС ее сообщение было сделано на совещании руководителей и вот в результате спустя несколько номеров в том же журнале уже в пятнадцатом номере журнала библиотечное дело появилась статья ну не надо представлять Сергея Басова и в общем-то статья была такой своеобразной объяснительной запиской и выяснилось что одновременно как раз вот этот журналист с итальянской фамилией Серджио Басовас это и был как раз Сергей Басов и он в этой своей статье объяснял историю возникновения этой первоапрельской шутки как она пришла ему в голову как поддержала его редактор Татьяна Филиппова этого журнала в общем-то они как бы спасибо вам большое спасибо вам большое спасибо всего доброго да всего доброго Ольга Витальевна Камкина заведующая библиотекой номер 240 централизованной библиотечной системы северо-западного административного округа города Москвы здравствуйте здравствуйте Ольга Витальевна улыбнись вы в эфире спасибо большое а вы уже на любимой работе да да я уже давно на любимой работе спасибо огромное я прежде всего хотела сказать спасибо коллеге за такую честь участвовать в столь грандиозном для меня событии как этот вебинар для меня это действительно очень важно и очень приятно плюс того что я выступаю последней наверное в том что ну собственно добавить-то мне уже вообще очень мало что я могу поэтому я на базе нашей библиотеки и в заключении прошу еще пять минут вашего внимания я хотел бы чтобы сказал свое слово Юрий Николаевич Белоножкин потому что есть предположение что то что мы осуществили в техническом плане в России не осуществлялось ни разу а может быть и в мире тоже во всяком случае примеров мы аналогов мы не знаем Юрий Николаевич пожалуйста дорогие коллеги вы сейчас видите нас на экране как будто мы сидим с Юрием Юрьевичем за одним столом действительно это необычайное мероприятие это необычный вебинар многие из вас знают что это такое напомню что вебинар имеет ограничения по количеству участников в нашем случае потенциальное количество участников в Ютубе это весь мир обычные вебинарные платформы этого не умеют мы не нашли аналогов мы видим что потоковое вещание или так называемый стриминг активно применяет молодежь а точнее геймеры которые делятся в открытую показан своего экрана как они там воюют при этом ну или какие-то другие игры у них знаете я сам не игрок но я знаю они это транслируют в онлайн открыто свободно мы взяли эту технологию но мы ее добавили мы ее впервые потому что я аналогов не вижу применили в учебном процессе я сам применял это при проведении курса повышения спасибо Юрий Николаевич вам за рассказ за добрые слова ну что же пришло время прощаться я хочу поблагодарить всех участников сегодняшней всего доброго до свидания как мы посмотрели с вами дорогие друзья пример пример ну что скажете нашли ли вы вот угощение вы угощение угощение ай юра проверь контакты звук пропал совсем нет не слышу не слышно пока не слышно так а сейчас вот паша и коллеги на я нажал на кнопочку микрофон вижу что она загорелась а звука нет что-то тут с мирополисом или я так и не понял спасибо и так вы увидели решение в нем не все идеально мне не очень нравится то что везде присутствую я мне не очень нравится то что хромакей вот этот вокруг меня не очень качественный тогда не было у меня условий таких хороших но мне кажется вы увидели идея вы увидели общение вы увидели некую структуру вопрос к вам дорогие коллеги увидели ли вы некий образ участия себя кстати вот здесь наталья арен на присутствует андрощук мы с ней проводили стриминги по моему то ли два то ли три я уже забыл вот она говорит да у нее идея есть она проводит для учителей мероприятия посвященный подготовки к егэ в режиме стриминга вот она имеет опыт а у вас появилась идея стриминга повторяем мы говорим об обучении о бизнесе или библиотеках выполнения некой функции деловой функции какой-то задачи видите ли вы собственные какие-то идеи для себя допустим у вас есть такая возможность попробуйте эту гипотезу мы пока не смотрим ни оборудование ничего не света не микрофон ничего не пока не смотрим идея сама есть у вас попробуйте и и вот сейчас здесь если не страшно сформулировать о чем бы вы хотели если я вы даже сам пофантазировал бы вот я директор библиотеки какой-то далекой сельской так 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 заведующие заведующие вот евгения юрьевна а я знаю вас евгения вы сделали прекрасный аватар можно и по скайпу собраться зачем этот стриминг устраивает согласны в чем изюминка то евгения юрьевна я вот готов лично для вас евгения юрьевна сделать помощь для ваших для ваших коллег сделать это стриминг я представляю себе задачу очень интересно так валерий иванович для будущих учителей стриминг из разных школ хорошо хорошо так для библиотек чтение книгу лайк я представляю дарья викторовна что-то какой-то яркий чтец или сам автор они просто или хороший какой-то актер который прочитает сюжет не так как я я не у я не актер может стараюсь но я не профессиональный актер этим самым решить задачу да 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 ну можно сначала потренироваться для дирекции провести в закрытом режиме ничего страшного дальше давайте делать классно семинар для филиалов да 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 не в режиме skype потому что как бы скучновато так вот все на скучно а в режиме шоу телевизионного шоу да так александр винирович да да сами видишь я показал вам друзья специально не самый идеальный вариант уже я ориентируюсь сначала на идею а во вторых ориентируюсь на то что нету бюджета в сельской библиотеке есть интернет компьютер но может какой-то там помощник энтузиаста или студенты которые что-то могут помочь я ориентируюсь первую очередь на них я хочу чтобы это стало более массовым ада если есть средства мы об этом не скрываем лучше делать профессионально и качественно более качественно но я ориентируюсь на тех кто сначала ищет идею будет идея будет какие-то первые шаги и вы покажете дирекции мы можем нам не хватает этого этого они помогут надо сделать первый шаг то самое тяжелое вот за что благодарен игорю владимировичу белянин он сделал первый шаг он стартанул и мы за ним пошли по стримингу в образовании библиотечном деле когда он есть первый шаг тогда начинают помогать да 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 и для вуза тоже друзья это вот давайте я вижу у нас идеями пока проблем как бы нет уже и проблемы есть что требуется ну вот санкали не спрашивает слева вот эта коробочка сейчас покажу и впервые впервые показываю до этого были только фотографии вот эта коробочка друзья это ведерко для стирального порошка за 250 рублей вот я вырезаю его заднюю стеночку и приклеил кусочек этой стеночки держится на липучке сюда друзья до покрасил ее черной краской из баллончик сюда ходит камера вот эта камера здесь находится и тут ее вот это моя камера это для моей для меня это сделать для себя для моего для моих условий показываю вот эту коробочку вы уже поняли для чего нет вот здесь находится стекло обычное стекло вот такое стекло мгновенное которое размещается под углом 95 упасите 45 градусов вот это стекло размещается а вот сюда друзья я размещаю свой смартфон вот сюда смартфон с бесплатной программкой в итоге это я отвечаю на вопросы мои 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 ноу-хау мои технические возможности я получаю вот такой телесуфлер текст который я разместил с определенной скоростью двигается по экранчику в зеркальном отображении отображается на этом стекле за которым находится моя камера я глядя вам читаю без меккани без беккани длинный текст сейчас разговариваю без суфлёра вот эта коробочка я вам показал это для меня хорошо для моей камеры для для моих условий для ваших условий будет другое решение если вам это надо поэтому вот это решение можете просто взять для сведения а потом потом мы можем встретиться в группе я уже создал ее и там конкретную ситуацию для вашей библиотеки или для вашего дома мы сможем обеспечить более точно следующее чтобы применять skype я подготовил инструкцию сейчас не буду ее показывать инструкция как подготовиться к встрече с применением skype это методическое пособие на несколько минут потому что оказывается надо еще им уметь пользоваться кроме того инструкция как поддерживать обратную связь в ютюбе не все оказывается умеют пользоваться чатом в ютюбе мы это выяснили его для вас это инструктивное пособие есть я не хочу его сейчас демонстрировать потому что многие это знают но некоторые коллеги не знают как что чтобы писать в чате ютюба нужно иметь не просто учетную запись на gmail нужно и создать еще канал на ютюбе вот эта деталь я ее делал лет десять назад ноги многие ее не знают вот я ее здесь сделал и тогда из ютюба в чате можно получать обратную связь и наконец третий ролик я сейчас хочу показать как еще один кейс так это кейс вот этот я сейчас хочу вам показать надеюсь вы еще не устали да 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 евгений на меня восхищает ваш когнитивно-креативный подход да 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 вот мой ролик который многие видели но не все посмотрите мою секретную кухню кухню вот это зеркальце на камере с отверстием я вижу правильно ли я сижу точно для расположена моя камера вот оно и меня выглядит вообще мое лицо и я сам зеркальце крепится поверхности веб-камеры недорогая уж такая камера но тем не менее меня устраивает и скотчем двухсторонним крепится вот это моя гордость микрофон блю эти крепится на специальном кронштейне висит в воздухе чтобы не ловить посторонние жены на столе особенно клавиатуры ведь его слышно купил за пол цены на авито вот это фронтовое освещение фонарь он двигается очень удобно матовое освещение это не единственный источник света вообще со светом большая проблема вот я вот так все скомпоновал видите все убирается раздвигается и вот еще один фонарь боковой размещен на сэлфи палки то есть он может убираться обратно и выдвигаться в такое длинное положение сэлфи палка его хорошо держит и создает боковой свет для объемности вот такое еще освещение у меня плохо включается но нормально работает принципе меня устраивает и можно убрать еще одно секретное ноу-хау вот это вот моя зеленая ткань висит наверху на потолке сворачивается убирается здесь у меня прячется вот такая такая конструкция освещение освещение хромакея сзади таких светильников у меня два чем плюс они не бьются их можно всегда сложить убрать не ломаются очень удобно и не надо ничего покупать освещение достаточно хорошее спасибо за внимание если будут вопросы обращайтесь поделюсь еще советом до свидания ну как увидели мою секретную кухню действительно сижу на кухне показываю мои рецепты того как можно сделать можно сделать даже в маленьких условиях компактную видео студию у кого-то больше площадь у кого-то другие условия другие финансы другие возможности я например не люблю покупать вещь чтобы она потом захламляла небольшую квартиру мы женой живем вдвоем вот не на кухне хватает но потом и все убираю я не люблю и вот вот такое вот решение попробую снова показать мне очень понравилось очень понравилось вот такая вот шторка солнцезащитная для автомобиля в ней светодиодная лампа которая не разбивается вот так хотел бы это сложить и убрать куда надо потом она превращается в такой светильник который освещает сзади меня ткань для эффекта хромакей чтобы вместо этой ткани разместить какой-то зал какой-то пространство вот вот такие вот простые секреты владимир олегович спасибо что спрашиваете друзья не идите по моему примеру идите по такому главный принцип искать бушная с рук она вполне рабочий вот этот микрофон он стоит 200 рублей я купил его вдвое дешевле в тот же день как захотел вот сочи не ждал там месяц это очень хорошо если там москва то еще больший выбор какие-то бушные элементы можете купить недорого но но качественно за 5000 рублей мне жена подарила к новому году вот этот подарок ну тогда она сама не знала об этом спасибо ей она меня любит жалеет и такие подарки дает но я думаю можно хороший микрофон купить и и за три тысячи главное чтобы какая-то идея была мать идея дальше что еще марка blue дети это всемирно известная марка очень чувствительный там можно разные настройки регулировать не я очень счастлив что повесил его в воздухе на полочку строговался музыкальном магазине вот этот про проель фирменную подставку как раз для не на пол не тут составит на пол и на воздухе висит не надо убрал ее отодвинул она не мешает вот это мне повезло вот это за 1200 я торговался да можно искать и ирина николаевна показывать свой рабочий стол я сейчас многие технические моменты умышленно упускаю уже знаю что нажать вот это вопрос куда нажать где поставить где купить ничего он очень бесконечный и он не всем нужен я готов вот наши группе я приготовлю сейчас дам там ссылочку под названием мой стриминг я готов отвечать на все вопросы и делиться с вами бесплатно но все-таки главное это идея я боюсь что мы потеряем идею мы можем и деньги найти и убить время на этих рамоке и прочее но главное это идея та самая ценная мы в самом начале это специально увидели интересно о вы вы дорогая евгения юрьевна имею ввиду обеспеченные материально вот этими условиями хорошо с вами надо дружить готовить какие-то мероприятия дальше я сейчас еще отвечу на вопросы которые вот уже прозвучали где взять программу или программы отвечаю в группе мой стриминг у меня замечательный друг игорь владимир белянин он вам если я не жалко он очень не жадный подскажет и программы и видеоролики и наши более сильные примеры видео стриминга без вебинарный платформ вот там мы можем делиться сейчас у нас первый день это решение которое начинается с идеи они стали с нажатия кнопочки требует ли лицензия выход в эфир нет то есть любой желающий может открыть собственную мини телекомпанию только не через эфир радио эфир а через интернет что это что-то 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 извините затормозил мерополис начал скакать так скакать я сейчас приведу порядок что необходимо выход в интернет и желание это два главных условия можно ли увидеть запись стриминга часто спрашивают если это делается в ютюбе или фейсбуке да вот нескольких минут но часы я не видел вот и сейчас проводим через где-то пять минут запись уже видно то есть не надо ждать пока там она обработается вот там юрьевич скачивает потом закачивает youtube тут это действие отпадает если вы стримите вещаете в ютюбе она сама там явится сейчас я дам ссылочку на группу отсутствие студии приемлемо для вещания вот вы видели как я хвастался микрофоном и другое в некоторых случаях дорогие друзья ничего не надо компьютер интернет и ваше желание даже так можно принципе может даже с улицы стримить со смартфона на селфи-палки выйти я так тоже делал идешь по улице и стримишь и говоришь прямой эфир мы так делали кстати тоже летом с игорем владимировичем беляниным я прям выходил в эфир из со смартфона если особое требование нет особых требований нет за исключением конечно если вы хотите какие-то спецэффекты коммерческое качество туда а так особо нет можно ли делать закрытый и платный доступ моему стримингу да вот например и dream study я знаю другие решения мы в группе это можем рассмотреть можно и продавать доступ к своему стримингу например приглашаете дорогого лектора или продаете свои лекции стримите их у вас нету средств на вебинарную платформу по каким-то причинам и вы можете стримить в платном закрытом режиме да 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 мы это технические вопросы рассмотрим вот этот слайд я показывал прошлый раз о чем он говорит что здесь конечно телевидение это дорогая штука и грубо говоря это работа сценариста продюсера вот тут расписано вы скачаете посмотрите очень интересный слайд и дизайнеры технаря которые всю эту идею будут реализовывать но если есть опыт и навыки об этой группе я хочу чтобы мы их получили то можно и в одной голове и идеи придумать и реализовать я бы хотел бы чтобы мы не просто друзья что-то там научились я тоже вот как салатарами хочу сделать такой это я сами советую парад стриминга лучшие практики запись там все записывается устроить как конкурс где главное ради чего мы собрали самом начале это оценка эмоциональность вызывает ли эмоции если смысл какой-то образ голос сценария и этот конкурс мы если конечно не испугайтесь выложим разместим в интернете вот тут есть прошлый слайд как мы спрашивали студентов про аватары но у нас будет опросник по другой другому другому на сценарию и узнаем ответы мнение что в реальности мы имеем сегодня замысел по стримингу сегодня наверное был ну может у 5 процентов я думаю сегодня не меньше чем у 50 процентов судя по вашим ответам появился замысел какая-то идея вот описали варианты то есть у нас уже прирост за этот час мы сделали прирост с точки зрения поиска идей прирост интереса к стримингу я имею ввиду к реальному практическому интересу мы сейчас не можем оценить мы можем это увидеть только в группе вот когда в группу пойдем и начнем участвовать вот тогда мы увидим прирост но мне кажется уже он есть практики применения есть есть вот я вам показал небольшие практики на самом деле больше у белянина и владимировича больше вот там и эти практики вы посмотрите уже индивидуально разные ролики то что и зарубежные очень интересные решения есть и российские их очень много на этих решений нас интересовало поиск решения с точки зрения замысла и поиск коммерческого ну что такое в чем отличие вебинар от стриминга мы уже знаем я еще раз сохранил слайд негативной оценки одного из решений надо качественно четко выговаривать если мы проводим стрим вот я пожалуй прогнозирую это замечание проговаривание речи какие-то мы возможно нашей группе создадим награды я не знаю какие то ли беджи то ли титулы то ли грамоты мы их придумаем и присвоим для домашнего обучения детей до безусловно евгений юрина здесь инклюзия серебряный университет как раз очень красиво и мощно ложатся под идею стриминга ставьте себе у него кроме смартфона или планшета ничего нет может быть такое и он смотрит он участвует он видит это просто колоссальный время время я физлицо как и вы у меня своего бюджета не если мы устроим какой-то фонд скинемся и зато фонда друг друга будем примеру я не против но как титул профессиональное признание это можно сделать красиво оформить сформировать положение и проголосовать не я сами мы все например решение да да ирина гернина вот так вот я в группе видите просто раз устраивал опрос потом в ходе вебинара мы голосовали за самое лучшее решение то есть у нас уже есть практика оценивание своих решений мы не просто говорим мы получаем тут же обратную связь и обоснование но готов ответить на ваши вопросы но сначала я не вижу ссылочку сейчас он дам ссылочку на эту группу мой стриминг называется мой стриминг с одним н это группа в фейсбуке у кого нет учетной записи придется зарегистрироваться группа закрытая уже создана я в ней администратор мы там будем свободно защищенно решать наши вопросы делайте переключения между режимами я скайпе есть кнопочка плюсик возле красной трубки появляется меню и на этом есть строка меню показать экран нажимаете на экран и ваши собеседники видят ваш экран то ли полностью то ли даже часть экрана видят его сидите здесь они там как будто бы вы рядом у одного монитора они видят движение спасибо классная возможность итак друзья мы приглашаем вас на следующий вебинар он звучит почти так же но там уже будет практику друзья мы в группе я рассчитываю на это сможем научиться поставить программу освоить skype так как требуется найти тех кто нам поможет это сделать может быть вот евгения широкого не сама не программист я не знаю может быть и программист но если не программист вдруг она найдет какого-то помощника который придет нашу группу научиться пользоваться этой программой бесплатной есть и платная вот я уважаю моего друга игоря белянина не платная дорога это шикарное решение кто найдет средства на покупку такой программы в бикс называется я пробовал классная программа кстати не сложная тоже не программист да я не программист коллег я наличие не степень по экономике я вижу в этом классами экономический смысл не только педагогически но тут экономика колосса но вначале все таки это идея экономиста что ты хочешь достичь и какую цель это главное вот найти попробуем или тогда сама вы сама не волнуйтесь евгения юрина у вас настолько цепкий ум и вас классное восприятие вот этих идей я думаю вы научитесь вы научитесь группе создавать сцены вот эффекты переходы с хромакеем без хромаке вы научитесь бесплатно это просто не невозможно себе представить но это так вы можете проводить мероприятие я вас уверяю главное интернет я вам не дам его и желание вот помочь вашему желанию превратиться в реальность ваше собственно телевещание я вам помогу ваш юрий николаевич белоножки если вопросов больше нет идеи это самое главное еще раз повторяю вот это наша группа фейсбуке там я не знаю другого пока варианта где еще можно собираться вот там можем мы на вот этот мой стриминг я так и назвал эту группу если забудете ссылочку где называется ищите фейсбуку фейсбуке поисковые слова мой стриминг есть группа мой аватар она жива мы работаем дальше отлично работаем а есть группа мой стриминг спасибо вам за внимание ваше мнение я услышал как туда подключиться открываете гипер ссылочку нажимаете кнопочку сейчас посмотрю нажимайте кнопочку записаться в группу вот я смотрю уже егения широкого асим гуль аульбаева наталья мальцева уже мой стриминг запросили запросы значит и у вас я вот и все шир это значит широко я так понял что за фамилия шир но это теперь мне понятно асим гуль аульбаева и наталья мальцева вот наталья архипова и все желающие смогут если вы не умеете я тоже когда-то не умел пользоваться фейсбука вы найдете как это делать через google или через вашего помощника так посмотрю на всякие случаи были ли нет не было фейсбуке вопросов не было а там кстати идет стриминг нашего вебинара отчет его не вижу должен быть и стриминг ну что друзья если вопросов больше нет я вижу что вам но кому напишите кому не понравилось тоже может быть вы разочарованы вы это все знали это все известно я понимаю что я америке не открыл но вот допустим вот такой коробочкой я могу похвастаться это мое изобретение или вот вот таким светильником я долго мучился как его сделать так что потом можно было убрать надоест надо убрать квартире не мешался вот и кто видел такие стояки высокие стоят на треногах их надо что-то убирать потом это же не фотостудия это жилище дом или библиотека надо куда-то убирать я вот научился в пространстве работы до лайфхаки может быть у вас свои какие-то будут лайфхаки давайте приходите и мы надумаем создадим такую движуху как говорила коллега вы видели на экране движуха заведующая научным делом или сектором я сейчас не помню видеть как обидели как у них классно как они оделись красный цветок костюмы пока прически сделали макияж они пришли как на праздник вот когда мы проводили вы не представляете это было так здорово так интересно так необычно и вот этот антураж зал маморный зал МПГУ и я там в уголочке сижу это было просто тв-шоу такого еще не было и сделали простые библиотеки не компьютерщики но что павел речь наверное позову тебя подвести итог сегодняшней нашей встречи ну что ж я вижу что активная работа сегодня была на высоте в чате сам ее наблюдал слушал как всегда большое спасибо Юрию Николаевичу спасибо тем кто ввел эту активную работу в чате и в других местах фейсбуке может быть где-то напоминаю что наши вебинары проходят почти каждый день я прошу прощения наверное вы меня слышали достаточно тихо вот теперь громко но надеюсь что все таки слышали да да еще раз хочу повторить что я всех приглашаю на наши вебинары директ академии которые бывают почти каждый день ну за редким исключением на вебинары Юрия Николаевича которые бывают примерно два раза в месяц может быть чуть пореже я надеюсь вы в нашем интерактивном расписании найдете следующие вебинары Юрия Николаевича и подпишитесь зарегистрируйтесь на них заранее а ну а теперь я хочу с вами проститься запись этого вебинара будет уже сегодня вечером на канале так что можете ее смотреть и предлагать тем кто не успел на наш сегодняшний вебинар всего хорошего до свидания Юрия до свидания коллеги всем и и